Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 мая. Память святого Игнатия, епископа ростовского. Святой Игнатий родился от благочестивых родителей и был воспитан ими во всякой христианской добродетели. Убедившись в суете мира этого, он отрекся от мира и принял пострижение в монашество. Так как он проводил жизнь весьма добродетельную, то был назначен первоначально архимандритом, а потом епископом города Ростова. Святой Игнатий был рукоположного епископа 12 сентября 1262 года. Приняв под свое попечение епархию ростовскую, он с великим вниманием пас стадо свое. Пробыв в освятительстве 26 лет, представился ко Господу в 6796-е лето сотворения мира от Рождества живоплоти Богослова в 1288 году. В 28-й день месяца мая, в пятницу после вечерни. Существует известие, что святой Игнатий в 1269 году основал обитель приусте реки Шексны на берегу Белого моря во имя Святой Троицы. Иноки этой обители много потрудились над обращением христианства, чудей и карелов. В 1274 году святой Игнатий присутствовал на поместном Владимирском соборе. Два раза святителю приходилось предпринимать тяжелое путешествие в Орду с ходатайством за свою епархию. Святой Игнатий известен как примиритель князей Дмитрия Константина Борисовичей. В память примирения ими основана в Ростове Борисогребская церковь. Святой Игнатий скончался святой Игнатий в 1288 году. Честные мощи его доселе почивает в Ростовском Успенском соборе. Узнав о кончине святого, весь город Ростов собрался к телу его. Все горько плакали и рыдали, сожалея о кончине общего пастыря и учителя всех, помощника и заступника в бедах и скорбях, ходатая вдовицам и сиротам, питателя нищих и убогих, наставника и учителя иерейского и монашеского чина, и советника князей и вельмож. Взяв честное тело святителя Игнатия, все понесли его в церковь, но по причине множества народа, собравшегося в нее, не могли внести его внутрь церкви и поставили перед церковью. После этого начали петь погребальные песнопения. В это время проходили мимо церкви две благочестивые монахини, одна из них называлась Феодосия. Она была супругой протодиакона святителя Павла, но тотчас же по вступлению в законный брак они посвятили себя девственной и чистой жизни. Всю жизнь свою они подвязались в посте и молитвах. Многие могли засвидетельствовать чистоту жизни их. Когда блаженный Павел отошел ко Господу, то супруга его приняла пострижение в иночество. Узнав о конфине святителя Игнатия, она пришла поклониться мощам его. Вместе с нею пришла и другая инакиня по имени Ксения, проводившая столь же добродетельную и богоугодную жизнь. Эти две инакиня и еще некоторые благочестивые люди, которые сподобились откровению божественного, видели такое чудо. Когда честные мощи святителя Игнатия были несены в церковь, в церкви, то святитель Божий встал из гроба в своем архиерейском облачении, пошел по воздуху и стал высоко в воздухе над церковью. Затем, благословив весь народ и весь город, потом вошел в пещеру, ископанную в земле около жертвенника, где был ему приготовлен и гроб. Это открыл Бог инакиням тем, а также еще некоторым благочестивым людям для прославления угодника своего и в показании всем святости его. Этим Господь показал людям, что святитель Игнатий заслужил милость от Господа и сподобился одинаковой счастью со святыми. Около того же времени случилось и другое чудо. Некий архимандрит Стефан имел со дня рождения своего один палец, пригнутым к ладони. Когда он прикоснулся к честному телу святителя Игнатия, тотчас скорченный палец его выпрямился, стал здравым, как и прочие пальцы. Потом честное тело святителя Игнатия было внесено в церковь. Утром следующего дня все снова собрались к мощам угодника Божия, дабы сотворить обычное служение и воспеть погребальное песнопение. Когда положили тело святителя Божия в гроб и дали в руки ему свитки, в которых написаны были имена всех тех, кого святитель Игнатий посвятил, сам присвитерский и диаконский, то угодник Божий, как живой, простер руку свою и принял свитки. Все видевшие чудо это преисполнили с великого страха и радости и прославили Бога. Молитвами этого угодника Божия святителя Игнатия досподобимся и мы быть вместе с ним участником благ вечных, уготованных о Христе Иисусе Господе нашим, которому высылается слава вечно. Аминь. Богу нашему славу во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.